Привет, дружочки-пирожочки! Это товарищ Сафронов. Я вам показывал игрушки из МакДака, из Хэппи Мила, а сегодня... Бам! Бургер Кинг! И не просто Бургер Кинг, а весьма интересные игрушки. Игрушки из МакДональдса были замечательные, прикольные. Пикми Попс, вы смотрите во вкладке видео на канале. Что будет с этими, посмотрим, разберемся, сейчас поймем. Здесь вот у меня такая вот коробочка с джумером обедом, и там сейчас игрушки делятся типа для девочек и для мальчиков. Ну, точнее, две линейки, если правильно сейчас говорить, наверное, так, толерантнее, да? То есть, мало ли, может, и мальчики хотят поиграть в куклы, и девочки в машинке, почему бы и нет? Но, тем не менее, разделение у них есть. И здесь именно куклы. Какие куклы? Ну, я думаю, что вы сами сейчас узнаете. Увидите по превью, увидели и пришли сюда здесь Барби, именно. Вот. Коробочка для Хэппи Мила выглядит вот так. Прикольные всякие различные небольшие мини-штучки. Здесь у нас вот такие лабиринт, еще один лабиринт, и все. И такой дизайн. Открываем коробку. И можно... Коробку дают ее бесплатно при покупке чего-либо. А вот игрушки можно купить отдельно. И купить их можно вот просто в пакетике, как и в Макдональдсе. Можно без обеда, без еды. Когда-то давно этого, по-моему, было сделать невозможно именно в Макдаке, а не знаю, как в Бургер Кинге. Но по цене они, вам скажу, меня удивили. Не в лучшую сторону. Но давайте сейчас вначале посмотрим. Итак, это коллаборация Бургер Кинг и Барби. Это настоящие Барби, настоящая Мотел. Именно та компания, которая выпускает Барби, выпустила эту серию игрушек для Бургер Кинга. Возьмем нож-морковку созревшую. Вот так. Открываем, посмотрим на первую фигурку, игрушку. Кто же там у нас? У нас там Барби. Но не просто Барби. Здесь у нас все Барби по профессии. Ого! А она увесистая такая, знаете. Маленькая кукла. Естественно, она небольшая. Она для игрушки с обедом. Обычно, да, игрушки-фигнюшки всегда с ними идут. Но иногда бывает прикольно. Пикми Попс были прикольные. Барби, ну, по внешнему виду, довольно забавные. Довольно забавные. То есть, это прямо куколка. Маленькая, но игровая кукла. То есть, можно ей, ну, то есть, не игровая даже, стендовая или какая-то такая, скорее, если по определению. Но ей можно играть. То есть, вот она прямо кукла. Не какая-то там машинка в виде куклы, я не знаю, брелок или что-то еще. Ну, и еще эти куклы все с функцией. Правда, эту я достал сейчас случайным образом. Самые, по-моему, неинтересные функции, которые есть. Ну, ладно. Давайте смотреть и разбираться. Итак, у нас здесь есть вот такая Барби. Давайте посмотрим. Розовые ботиночки. Некие штаны или джинсы с кучей копирайта там разными надписями. Здесь вот как будто это, правда, дизайн. Далее кофта. Вот такая платье кофта. Я не знаю, как правильно называть. Видим ремни. Видим рюкзак. Согнутые руки. Они не двигаются, эти руки. Им в руках фотоаппарат. И также лицо с пластиковыми волосами, но из хвоста у нас здесь растут настоящие волосы. Не самого лучшего, конечно, качества, но волосы. Типа, можно расчесывать и играть как-то с этим. А далее сзади здесь очень претенциозный, типа, крутой, но совершенно бесполезный механизм, функция. Типа, она у нас по профессии фотограф, вот эта темнокожая Барби. Вот. Что-то происходит? Нет. Эта штука, как антистресс, знаете, просто переключатель. Она, типа, издает звук фотоаппарата. Я думал, что она чего-нибудь поворачивает или что-нибудь фоткает, но нет. Просто звук. И то даже не похоже на фотоаппарат. Был бы там какой-нибудь джик, джик, потому что у нее тут, простите, профессиональная, по-моему, полноматричная. А, возможно, даже и с цифровой матрицей камера какая-то, я даже не знаю. И вот, что она делает. Все, больше ничего, серьезно, она не сгибает руку, не поворачивает, у нее не загорается ничего. Это просто такой звук. Просто здесь так и нарисовано. Звук чик-чик, и все. Это все, что у нас есть у этой куклы. Но внешний вид и наличие хвоста волос, это довольно прикольно. Не прикольно, конечно, болты, которые торчат из ее головы, но... Ладно, прости мне это. Так, первая кукла на устойчивость еще нужно проверить. Возьмем и попробуем ее поставить. Кукла стоит. Отлично. Следующая кукла – это вот эта. И эта кукла у нас не просто, а это ученые. Опять профессия. Видите, женщины в профессии. Это как бы идет уважительная такая компания в поддержку феминизма, женских профессий, всего остального. Это хорошо и правильно. Не кухарки, не какие-то модели, а нормальные разные профессии здесь будут вполне себе. Это правильно, это хорошо. Это знакомит людей с таким пониманием, что... Ну, девушка-фотограф, понятное дело, но там будет интересно. Еще две будут весьма интересные фигурки с профессиями, с интересными профессиями. Хотя девушка-ученая тоже прикольная. А еще здесь прикольно то, что у нее здесь вот вообще полностью волосы. То есть у нее волосы прямо растут из головы. Не из пластикового наболташника, а из головы. У куклы, у этой, давайте посмотрим ее поближе, есть розовые туфельки. Ну, понятно, да? Правда, окрас у них здесь косячный немножечко, на ноги зашло. Ну, ладно, они окрасились. Она в дешевом просто магазине их покупала, и вот они окрасились. Дальше здесь ноги есть, понятное дело. Ноги не поворачиваются, ничего не делают. Вот фигурки почти все статичные, и больше ничего не делают, кроме как вот просто стоят такие, я говорю, фигурки. Не игрушки, не куклы, а фигурка. Платье, пупырышку, прикольное, кстати, на ощупь. Такие выпуклые вот эти пупырышки. Сверху халат у нас, типа, медицинский. И копирайты. Видимо, она придумывает формулу для жидкого дыма Бургер Кинга. Лицо. Ну, вот оно, кстати, довольно забавно сделано. Оно, слушайте. Оно, по-моему, резиновое. Да, и лицо этой куклы резиновое. Удивительно, что если там пластиковое, то здесь для того, чтобы, видимо, сделать волосы и прошивку. Кстати, прошивка имеется и подкрашена, и её скальп подкрашен. Вот, и прошивка такая, то есть густая грива, и можно нормально играть. Правда, можно её сделать безумной учёной. Такая она... И у неё тоже есть функция. Знаете, у неё функция – это светящаяся в темноте колба. Правда, она будет светиться не очень сильно. Я уже примерно где-то там подглядел. Но, в общем, если мы посмотрим, в темноте она чуть-чуть светится зелёненьким. Но это не столь важно. Вы просто посмотрели, примерно себе представляете, как она светится, как она выглядит и всё остальное. Вот такая вот учёная. Учёная. Учёная, если понимаете. Фотографша, наверное, и учёная. Она не стоит. Никак не хочет стоять. Вот она, а якорь. Ей нужны якоря. Следующая кукла. Вот эта профессия уже интереснее. Это девушка. Как вы думаете, кто? Правильно. Но не думаете, кто. Вы знаете, эта девушка – строительница. Строительница. Можно как фементив использовать. Будем, конечно же. Строительница, наверное, вот такая рабочая. И у неё тоже здесь хвост. Опять же, мы видим. И у неё лицо, конечно, весьма странное. Мне кажется, это немножечко стереотипы о строителях. Какие-то здесь сработали. Посмотрите. Насколько такое простое лицо у первой куклы. Довольно барби-образное у второй. И вообще непонятное такое. Типа у... Немножечко впечатанное, приплюснутое, непонятно вытянутое, пятикантроподобное у этой куклы. Хотя, если не обращать на это внимание, то вполне себе нормально. Миленько получается. Такой жилет с кучей всяких мелочёвки, непрокрашенные, жалко. Ноги в джинсах здесь. И такие оранжевые ботинки. У этой куклы, кстати, подвижная рука. Она может вот так вот приветствовать вас, например, этой рукой. Привет! Нет, осторожно. Не забывай каску привинтить голове винтом, чтобы она лучше держалась. А также вдвить у неё молоток. И этим молотком она может кого-нибудь забивать. Тех, кто не согласен, что она строительница. И кто её называет строителем? Рабочим. Она рабочая. Вот. Вот так вот. Может быть, она прорабша. Или прорабка. Прорабка. Вот. Но не путать ни с чем. Короче, она может, например, её фотографировать. В то время, короче, когда делает учёная вот эта вот учёнка. Не знаю, нет, учёная, наверное, делает, значит, секретную формулу. Это из Макдональдса её фотографируют. А это у неё секьюрити. Она ей по голове этим молотком настучала. Бэм-бэм-бэм-бэм. Поняли, да? Вот так это работает. Вот. Но кто же их примерит? Кто же их померит? Все эти Барби? Конечно же, четвёртая Барби, которая здесь есть. Это тоже Барби. И это Барби в красной кофте. А она просто в красной кофте с наклейками Барби. У неё... Её работа быть в красной кофте. Её работа вот такая вот. Вот. Вот её работа какая. На самом деле, это кукла президент. Ну, точнее, кандидат в президенты. Вот. Кукла... Вот, вы видите, выбрали нового президента. Вот так вот. Выбрали нового президента. Бургер Кинг, это американская, да, у нас компания? Возможно, не знаю. Ну, вот скажем, что американская. И вот в Америке... Давайте назовём так. В Америке выбрали нового президента. А... Давайте. В Америке выбрали нового президента. Новый президент Америки. Вот так вот. Вот сейчас я придумал превью. Новый президент Америки поддерживает... Поддерживает, я сказал. Новый президент Америки поддерживает женщин. Вот. Вот такое вот. Они нападают как будто... Нет, но на самом деле прикольная. Она сделана из какого-то уж прям совсем тонкого пластика Посмотрите, у неё прям так модные Такие туфельки на каблучке Женщинам, вам неудобно ходить на каблучках Хватит притворяться, давайте вы признаете Что на каблучках ходить неудобно Мы знаем все это Вот, одна рука у неё Вот, подвижная, и она может тоже Смотрите, я понял, в чём фишка Это у них жест Или они... Ааа, они дают друг другу пятюню Они дают пятюни Еее Она такая, не бей меня Или она такая, не бей, что ты делаешь Ты бьёшь меня по голове молотком Вот, получи Голосуем за тебя Душой и молотком Ну что тут вроде того А у неё есть тоже функция какая-то, смотрите У неё есть функция, просто замечательно Её функция, понимаете, это говорит о том, что Она президент, короче, функция президента Махать рукой Как классно Ну а что ещё делать, если ты президент Кстати, голова поворачивается или нет Нет, нет, я, по-моему, сейчас оторву её Головы не поворачиваются Не поворачиваются у учёнки А учёнки поворачиваются А у этой, может, залипла просто По идее тоже должна Но вот у этой я чувствую, что я оторву голову А у учёной, женщины Я вот могу спокойно вертеть Крутить её, как хочу Рыжуху Вот эту так А вот эту уже нет Можно президенту шею нельзя свернуть Немножечко странно у них Вот эта линия роста волос Она кривовата как-то здесь Ну понятно, что это куклы Супер тиражный и супер дешёвый Барби Вы никогда Барби не купите так дёшево Но для игрушки из Хэппи Мила Это дорого Стоят они, между прочим 150 рублей за штуку То есть это дороже, чем в Макдональдсе Где они в среднем сотку сейчас стоят Ну так Но это, ну понятно Копейки округляем Но в целом 100 рублей А ещё вот у этой куклы есть Типа свои листовки Видите, голосуй за Барби Голосуй за Барби Тогда все будут вот в равных таких вот правах Ну как в равных Кто-то ровнее У кого-то волосы полностью У кого-то лишь хвостик Да, у кого-то функция Может молотком махать И защищаться, и работать Кто-то, знаете ли, формулы какие-то изобретает А кто-то просто клацает А кто-то вообще А президент вообще просто машет рукой Хоть бы там, не знаю У неё флажок был как у флажок Ей надо было дать в руку флажок Прикольно Тогда можно было им размахивать И он бы так развивался Вот, но в целом Это классная, прикольная серия За 150 рублей куколку Барби Вы нигде не купите нормальную Вот Вы можете купить какую-то маленькую Но она тоже будет стоить 600-700 рублей А тут у вас полноценная кукла Можете взять такой вот набор Из четырёх И отдать всего 600 рублей За кучу кукол Играть ими Это у вас может быть Ваше кукольное королевство Это будет кукольный дом Всё будет отлично Как по мне Вот такие вот фигурки И игрушки из Бургер Кинга Как они вам? Пишите в комментариях Узнаем Давайте Вот так Сделаем это На этом всё Пока-пока С вами был товарищ Сафронов Всем хорошего Время-препровождения Голосуйте за меня Лайками, пожалуйста Под этим видео Лайк Больше будет обзоров Игрушек и всего остального Всем удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok